Добро пожаловать! Это вновь 60 парсек, и в этот раз мы попробуем выжить, превозмочь все трудности. А также, а также, соберем мужицкую команду. Итак, Том Томпсон. Первое впечатление, которое у всех складывается о Томе Томпсоне, майор орденоносец, храбрый и смелый, видавший виды мужчина. Том, щеголяющий пиратской повязкой на глазу и когда-то пышный шевелюрой светлых волос, верит, что все мечты сбываются. Его можно считать воплощением американского героя. Вот только все это неправда. Вот это вот смешно. Хорошо. Так, ловкость и интеллект вообще ноль. Сила зато прям по-царски, по-царски. Так, этот парень у нас уже был? Ну давайте выберем все-таки, пускай. Ловкость 1, интеллект 2, сила 2. Ну, рискнем. Да. Мужицкая команда должна сегодня затащить хотя бы больше 40 дней. 46 дней мы выжили за женщин. Кошачья команда у нас была, теперь пора сделать кобелиную команду. Что я несу? Ладно. Ну-с, let's go. Давайте потихонечку сначала подготовимся, соберем все, что надо и не надо. Надо вот такие нужные мелочевки, типа еда, не еда, шоурум-буром, ящик с ресурсами можно собрать, часики-то тикают. Ну да, часики-то они тикают. Было бы то общего в этом. В шаттл. Вот теперь надо собирать срочно мужицкую команду. Смотрим, кто где есть. Это что такое, жилет какой-то, что ли? Что это такое вообще? Ты есть кто? Вот тебя мы возьмем. Все, погнали. Какой-то жилет взявили, спальный мешок. Игрушка обновляется, патчи сыпятся. Не знаю, какой-то ребаланс-баланс делают, но ладно. Так, мне говорили, что можно зачетерить. Зачетерить и двигать вещи к выходу, например, какие-то нужные, самые нужные вещи, да? И потом уже быстренько-быстренько все это забрасывать в шаттл. Ну ладно, ладно. Аптека, скотч. Вот с ресурсами бы я повозился еще, кстати. Все-таки вариация это хорошая. И у меня некоторые идеи появились новые. Ну, как сказать, новые. Я немножко просто подумал. Дэм, 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 дэм. Все. Так, получается мы вдвоем будем, правильно? Как мне кажется, чем меньше, тем лучше. Потому что многих людей надо кормить, постоянно за ними следить. У кого-то там крыша едет, у кого-то крыша не едет. Что же. Мы должны выжить. Мы должны выжить. Угу. Ага. Ну, летс гоу тогда. Астро-граждане. Посмотрим, посмотрим. Мужики должны выжить дольше. Типа по канону. Ну ладно, ладно, ладно. День первый. Привет, Астро. На службу прибыл. Так, дальнейшие шурумбурумы. Это мы все знаем. Тут уж говорить нечего. Так, другой член экипажа полагается на ваше умение принимать верные решения. И произнесить великолепные речи. И так, наконец-то вы сможете показать, каким капитаном вы станете в этом невероятном путешествии. Какого рода речь вы произнесете. Интеллект. Ай, ловкость. Давай за сандарем. Еды сколько? Семь. По ресурсам ничего пока не доступно. Но по ресурсам у нас есть носок. Но это... Такой себе ресурс, конечно. Что это? Бронежилет? Броня! А я думаю, это спальный мешок. Ну ладно. Типа, чтобы ночевать на планете на какой-нибудь враждебный. Угу. Наивный чел. Так, ладно. Никогда еще никто не выступал с такой решительной и дельной речью. По крайней мере, среди капитана космических кораблей. Вы говорили о пути к успеху и выживанию. Мне показалось, что вы знаете, о чем говорите. Я ведь не ошиблась. Нет, нормально все. Да здравствует капитан Грянула в кабине. В ясном сознании мы все. Аймед говорит, что рад, что вы его капитан. Но я тоже рад, в принципе. Поэтому чего бы нет. Так, что мы можем переработать? У нас много всего. Кстати, да, я барахлеты понабрал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Интересненько. Так. Угу. Вот по ресурсам у нас, конечно, нищебродство, да? Ладно. Читаем. Во время стандартной проверки базы данных мне на глаза попался чертеж изделия под названием потоковый накопитель. Если мы сможем его установить, есть шанс, что он поможет нам найти дорогу домой. Но его нужно собрать. Будете пытаться собрать потоковый накопитель? Ну-ка, попробуем. А вось да вдруг, небось, получится. Не факт, конечно. Но глянем. Попробуем как-то так быренько-четненько все обыграть сегодня. Вчера вы попытались собрать потоковый накопитель, но все пошло не так. Из-за одного неверного движения устройство взорвалось. Вы поранились, но, к счастью, никуда или никогда не телепортировались. Эмоции еще предан вам. Вы получили смертельную травму, сэр. Че, правда, что ли? Ну, дело такое. Вроде бы выгляжу неплохо. Пока что. Что можно переработать? Давайте посмотрим, что можно переработать. Скотч. Так, изготовление предметов. Суп. Нужно 10 химикатов. Как это называется правильно? Веществ жидких каких-то. Так, капитан, это просто великолепно. Сканеры нашли контейнер, который дрейфует в космосе поблизости от нас. Интересно, что внутри. Что будем делать, капитан? Попробуем сделать контейнер на борт? Конечно. В этот раз мы все-таки мужики. Отчаянные ребята. Готовы на все. И сделаем все. Таинственный груз, с которым вчера засекали сканеры на борту. Открываю ящик через 3-2-1. Он пустой. Совершенно пустой. Какое разочарование. Вам нужно вылечить свои раны, капитан. Че, правда? Травмирован. Ну, ладно. По голоду пока в порядке. Все. Уровень кислорода падает. Неисправим фильтры в основном в бортовом опорном контуре для отвода кислорода. Сокращенно ободок. Вот этот парень, он сможет. Он шареный очень. Он верен всем. Он сделает все. Я уверен, он очень прыткий. Чуткий. День пятый. Оу, ес. Эммит храбро пролетел через зону невесомости, ухватившись за сломанный воздушный фильтр, точно увязший в клее ящерица. Он сильно дернул фильтр, поддался его, обдал в строй чистого кислорода. Потрясающе выглядит. Те, капитан. Прилив энергии. Нужно что-нибудь поесть. Эммит голоден. Голоден, 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 голоден. Мечтатель. Так, что у нас здесь? Коммуникатор. Маска. Скотч. Кукла из носка. Суп. Скотч. Зажигалка. Ай, переработаем ее. Ладно, ладно. Никаких происшествий, капитан. Я предлагаю вам. Капитан, не могли бы вы прикрывать рот, когда зеваете? Так, скука. Развлечемся, наверное, мы носком. Чтобы не было проблем, да? А что бы нет? Мы это уже половину, больше половины читали, поэтому смысла нет одно и то же начитывать. И так все ясно. Носка теперь только нет. Чешний день тянулся долго и началось скучновато, но вы смогли это изменить, устроив кукольное шоу. Из кукол у вас был только носок, так что это была скорее монодрама. Но зрелище все равно было впечатляющим. И, наверное, лучшим в этой части галактики. Признайтесь, вы гордитесь? Да. Жертвовая имя искусства. Носка больше нет. Зато есть переработанное вещество. Суп. А можем сделать носок. Кстати, еще разок, да? А вот как вариант, а вот как вариант, а вдруг крыша поедет, то лучше я, наверное... Да, из зажигалки сделаю носок, хотя нет. Давайте я сделаю лучше суп. Хоть поживем подольше, наверное, да? Да, пускай супчик будет. Интересная новость, капитан. Похоже, за одной из стенных панелей есть полость. Может, там находится тайная комната или секретная заначка? Дум. Стоит проверить. Что будете делать, чтобы знать, что за этой панелью? Силка, конечно, у вас. Два бугая дернем, дай. Ширк-пырк и кирдык. Ненормально. Главное сейчас не пропустить тот момент, когда они будут истощены уже практически. Вчера вы сняли со стены панель и нашли за ней полость. Панель была довольно тяжелой, но оторвать ее не состояло особого труда. Неплохо для человека, конечно. Но с той стороны не было ничего интересного. Лопата и куча паутины с земли. Хорошо, что вы не боитесь пауков. По крайней мере, именно это вы мне сказали перед тем, как завизжать и начать размахивать рукой, покрытой паутиной так, как будто она горит. Так. Лопату нашли и суп сделали. Вы умираете от голода. Вот. Теперь мы истощен. Истощен. Да, 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 да. Понятно. Смотрим дальше. Видите этот закрытый сейф в углу, капитан? Это капитанский сейф. Он для вас. У вас, конечно же, есть код. Нет. Логическая ошибка. Силой возьмем, наверное, да? Так, сейчас. Команда. Ловкость, гибкий интеллект, одаренный. Сила обычной. Ловкость, гибкий интеллект, гений. Значит, вот так мы это сделаем. Ловкостью возьмем. Но. Но. Нужно обязательно дать покушать. Лопатку заодно переработаем, наверное, да? Да. Так. Еду раздал. Раздал. Носка. Пока нет. Но ничего. Ничего. Все. Погнали. Перекусим. Будем здоровенькими. Здоровенькими и здоровенькими. День восьмой. Все еще восьмой день. Сейф, который вы пытались взломать, все еще наглухо закрыт. Какая неуклюжесть, капитан. Что ж, в следующий раз повезет. На самом деле, вы так неуклюже все делали, что споткнулись об сейф и ударились головой об стену. Ох, ну и синяк, капитан. Вы в порядке? Переработка завершена. Серьезная травма, сэр. Ммм. Дэмит Санова Бич. Здравствуйте, капитан. Могу я спросить, почему вы вроде в файлах? На самом деле, вам нельзя смотреть на содержимое моего цифрового хранилища. Хм. Протоикс. Это просто веселый файлик. Просто веселый файлик. Пожалуйста, только не надо. О нет, что же вы сделали? Вы не должны были запускать программу. Протокол Икс включен. Это секретный протокол. Он был разработан для эксперимента. Последствия включения протокола будут тяжелыми. Капитан, используйте свои способности и сделайте что-нибудь. Интеллект. Мы можем сделать интеллект. Голоден. Травмирован. Три дня будет делаться аптечка. Ладно. Не страшно. Пока живы. Да, вот практически десяток дней. Несмотря на все ваши усилия, вы не смогли остановить включение протокола Икс. Через вентиляционную шахту было распылено вещество, вызывающее страх. Именно поэтому вам показалось, что корабль заполонили гигантские муравьи. Мне очень жаль, капитан. Есть множество протоколов, разработанных организаторами проекта Астрогражданин, которые никогда не должны запускаться. Конечно же, из-за этой ситуации пострадал как ваш рассудок, так и рассудок другого члена экипажа. Боюсь, что этого было не избежать. Плохо. Травмирован. Голоден. Голоден верен. Он все еще верен. И это главное. Осталось два дня до изготовления аптеки. Обратите внимание, капитан. Это весьма необычно. Мы регистрируем неизвестные сообщения, но я не могу определить, кто их посылает. И что еще важнее, каково их содержимое? Хм. Так, нам надо расшифровать сигналы как можно скорее. Насколько можно судить от этого, зависит наша жизнь. Кому вы хотите поручить прослушивать этот канал-связь? Конечно же, парню этому шареному. Он все сможет. Это я точно. Я уверен. Ну, вперед. Первый десяток. В космосе. В открытом. Ммм. Первый контакт. Капитан, вам надо это увидеть. Меня не так легко вести на весе, но это один из величайших моментов в истории. Посылают инопланетяне. Мы это знаем. Мы страдаем от ран. Это все очень, очень очевидно. Мы это уже слышали. Голоден травмирован в голоде. Космические путешествия бывают скучными, но способов повеселиться всегда хватает. Поверьте мне, я живу в компьютере. Давайте придумаем игру. Так, потребуется основа. Нет нас. Ни-че-го. Спать. Вот лучшее развлечение. Устал, соскучился, ляг, поспи. Все пройдет мгновенно. Проверено на себя. Так. Вы придумали игру не про предмет, а просто про руки. Основа вашей игры — театр теней. Вы изобразили бананового слизня, пляшщую женщину и усы. Вам, правда, нужно что-то сделать со своими ранами, сэр. Ху. Изготовили мы предметы высокого качества. Умираем от голода. Съесть и вылечиться. Нужно обязательно, да? Да. Теперь, что мы можем переработать? Давайте переработаем скотч. Вещь-то такая. На раз-два. Сойдет нам. Ну да. С одной стороны полезная вещь, с другой стороны так себе, конечно. Так, истощен, травмирован, истощен. У-у-у, так. У-у-у. Корректировщик веса тысяча. Это всего-навсего разрекламированная ерунда. Треснувшая и неисправная. Теперь, посмотрев на себя в зеркало, вы увидите жирного бульдога. Предполагается, что это должно замотивировать вас начать ходить. Хватит чесать ухо. Снимите хоть обувь сначала. И сделайте с этим что-нибудь. Кораблю нужен капитан. Тогда мы сделаем вот так. Чтобы мозги не парить. Скотч используем. Так, теперь. Покормить и перевязать. Чпук-шпук. Надеюсь, не помрем. Хорошо. День двенадцатый. Нормально. Вы попытались подчинить корректировщик веса при помощи скотча. Если я когда-нибудь выйду из строя, имейте совесть. Используйте правильные инструменты. Ну и что, что он работает к ремонту, нельзя относиться так безответственно. Корректировщик веса заново рассчитал массу вашего тела. Он отрегулировал ваш голод, убрал страсть к шоколаду и выключился. А жаль. Я уже привыкал к мысли, что у нас на борту домашний питомец. Больше вы не ранены. Вы, кажется, больше не умираете от голода. В отличной форме мы сегодня. И это главное. Так, суп. Четыре. Ядрить твой налево. Вот скотч я все равно переработаю. Как ни крути, все равно я это сделаю. Капитан, кажется, произошла ошибка. Ошибка произошла поломка. Пожалуйста, причините меня ошибкой системы. Необходимо срочное вмешательство. Ошибка системы. Капитан, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Сделайте что-нибудь. Мне кажется, что я долго не смогу оставаться в рабочем состоянии. Подоропитесь. У нас голова-то работает. Интеллект там возьмем, конечно, но не факт. Я не уверен. Мечтатель в норме энергичен. Уверен и голоден. Красава. Погнали. Скотч переработаем хотя бы. Да. Тринадцатый день. Весело. Здравствуйте, капитан. Сразу сообщаю, что ошибка устранена. Правда, хотелось бы, чтобы вы как-то похитрили. Подошли к решению проблем. Случайным образом нажимать все кнопки подряд. Это и правда была не лучшая идея. Очень извиняюсь за то, что вы вдвое получили удар током. Противоугонный механизм шаттла активировали. Когда пытались меня починить, вам следовало проявить большую осторожность, капитан. Так. Верен, голоден, все в порядке, все хорошо. Изготовление предметов. Супа. Надо сделать супа побольше. Так. Сэр, мои сканеры показывают нечто огромное. Перед нами появилась темная планета с грозовым небом. На ней бушует гроза, но под темными выхрами мои сканеры видят туман и неясные сигнатуры тепла и множество строений. Постоянная гроза, вероятная, лучше, чем этот немыслимо пустой вакуум. Готовятся к посадке? Да. Что, давайте. Погнали уж. Все в порядке, живем пока. Ну, у нас все заканчивается планетой какой-нибудь обязательно. Мы умираем на какой-нибудь очередной планете. Плохо упали, да? Видимо, расшиблись, как всегда. Ну, это, по-моему, классически нормально упасть невозможно, мне кажется, нет? Во время нашего снижения грозовой планеты член экипажа Элис вдруг сказал. Это не гроза, это ядерная зима. Он предположил, что недавно на этой планете разразилась ядерная война, а мы видим ее последствия. Однако, сказал он, под вашим началом нам никакая зима не страшна. Помню, что сказал Эмит, вы успешно провели наш корабль мимо самых яростных бур и сумели посадить его на безопасном участке. Однако, к сожалению, при посадке наш коммуникатор сгорел из-за электричества в атмосфере. Сразу после посадки Эмит выглянул наружу и понял, что это не ядерная зима, а нечто иное. Эта планета пережила множество войн и повреждений, как ядерных, так и обычных. Нам нужно соблюдать осторожность, когда мы отправимся ее исследовать, капитан. Капитан. Модуль экспедиции, который находится за кабиной, активирован. Вам осталось только одеть кого-нибудь в скафандр и отправить наружу. Пока что сойдет и этот шаттл, но постоянным убежищем он стать не может, не сможет. Маленький шажок для астрогажданина, гигантский прыжок для остатков человечества. Эмит, по-прежнему, предан вам. Изготовление завершено. Доступен новый предмет СУП. Угу. Так, хорошо. Что ж, смотрим, что нам надо и чего нам не надо. Так, место. Городок боеголовки. Радиоактивный район. Поляна. Городок боеголовки. Угу. Угрозы. Член экипажа. Естественно, только этот у нас, член экипажа, способен на что-то. Угу. Ну вот, что я могу сказать. Броня, да маска. Пока все. Организовать экспедицию. Хорошо. Изготовление предметов нет пока ничего. Переработать что можно? Коммуникатор? Нежелательно, я думаю. Капитан, нам удалось засечь сообщение неизвестного происхождения. К сожалению, во время посадки пульс связи получил повреждение. Мы не можем понять эти сообщения, как и ответить на них. У нас есть коммуникатор. Да что ж такое-то? Что ж лагать-то начинает эта игра так, а? Непонятно. На SSD диске находятся и такие лаги страшенные. Причем вообще Алис капут, да? Согласитесь. Капец. Плохо. Хорошо. Так, ну все, в принципе, у нас все нормально. Отправляем Мэймета, наверное, покормим его. И пускай дует на все четыре стороны. Один уж я как-нибудь сам справлюсь здесь в шаттле. Угу. Пятнадцатый день. Хорошо. Замечательно. Hello World. Какой успех, капитан. Коммуникатор, подключенный к пульту связи, работает как часы. Угу. Так, все, кирдык к коммуникатору. Ммм, мм, ммм. Нужно что-нибудь поесть. Да ладно. Не к спеху, я думаю. Так, это мы подсоединили, пока пульт связи у нас работает. Это хорошо. Класс. Сделал себе орден из крышки от банки. Четыре супа. Ничего переработать не можем, суп остался только. Шаттл в опасности, капитан. Мы находимся на пути в сфере по урагану с очень неприятным химическим составом, который угрожает повредить наши воздушные фильтры. Их надо защитить, но я решил с дистанционного управления из-за микроповреждений, навесенных ветрами. Придется закрывать их вручную. Ммм, ничего не могу сделать, это плохо. Другого выбора нет. Отдал я Эммету. Барахлишко как раз. День шестнадцатый. Опять травмы. Конечно, нежелание рассказать своим здоровьем. Это здоровый инстинкт, капитан. Однако, на сей раз это может оказаться неверным решением. Ядовитые ветра пронеслись над шаттлом, попав в наши незащищенные воздушные фильтры. Химический состав ветров таков, что, скорее всего, убьет большинство человеческих организмов на повал. То, что вы еще стоите на ногах, само по себе подвиг, капитан. Очень надеюсь, что это не трупное окоченение. Моргните, если слышите меня. Уф, какое облегчение. Я уж подумал, что вы покойник. Не. Травмирован в хлам. Наверное, нужно переработать суп. Изготовление предметов. Аптечка. Нет, не получится. Не получится так сделать. Ладно. Надеюсь, что Эммет все-таки появится. Капитан, такое ощущение, что наш корабль расшатался. Вентилятор возле терминала щелкает за одной из панелей большой узел из кабелей. Из кабелей. Не из кабелей. Я рекомендую провести генеральную уборку. Лестницы у нас нет. Может быть, залезете на стул и проверите, что там с вентилятором, или можете распутать кабели. Интеллект. Ловкость. Ладно. Попробуем. Эммет должен вернуться, все-таки принести что-нибудь ценного. Хотелось бы. Не факт. Но может быть. Вы попытались распутать провода за одной из панелей шаттла. Это оказалось не так-то просто сделать в расстройстве и вы случайно разорвали кабель пополам. Ваше нетерпение привело к тому, что контакт под напряжением замкнуло на корпус шаттла. Вас поджарило прямо до мозга костей. Вы все еще ранены. Вымирать от голода, капитан. Я выгляжу ослабевшим. Вы истощенный слаб. Нормально. Так, капитан, я нашла на поверхности планеты кое-что интересное. Как будто двое развлекались, играя в огромные крестики-нолики. Источник ресурсов, конечно, заберем. Сейчас будут мозги парить. Все, давай, кушай. И делай решение верное. День 18, надеюсь, я не умру. Не, нормально пока. Демонтаж огромных фишек крестиков-ноликов прошел успешно. Вы все еще на чеку. Вы ранены. Чувствуете слабость. Вы голодны. 20 минералов. Угу. Так, хорошо. Хорошо. Скотч. Сколько? Двадцатка. Давайте сделаем скотч. И дальше будет видно. Мы получаем сигнал, сэр. Он похож на слабость, замедленное подобие азбуки Морзе. Сигнал затихает капитан. Заходите быстро ответить на него при помощи коммуникатора или воспользоваться руководством, чтобы сначала попробовать его расшифровать? Вообще ничего не могу взять. Извини, сестричка. Не выйдет ничего у нас с тобой. Посмотрим. О, пришел, брат. Загадочный свист. Придя в ужас от мысли об общении с потенциально странными инопланетянами, вы попросили меня отключить звук похожего на Морзенку сигнала, который мы получили. Вы ничуть не лучше страдающих фобиями местных жителей, капитан. Спустя пару часов сигнал умолк. Хотелось бы мне, чтобы эти инопланетяне перестали рассылать повсюду свою Морзенку. Эмит вернулся, капитан. Как оказалось, городок на юге построен вокруг невзорвавшейся боеголовки. С законом в этом поселение обращается очень вольно. Эмит может похвастаться расквашенным носом, пустым желудком и нервным потрясением. Он сказал, что какие-то якобы полицейские в городке боеголовки доставили ему немало хлопот. Синяки говорят сами за себя. Как оказалось, из маслянистых вод реки, которая течет через городок боеголовки, можно добыть масло к вашему удовольствию, к вящему. К вящему удовольствию нашего коллеги, химические реагенты для ремесленных целей. Он собрал уйму веществ, которые вызывали меньше всего отвращения. Мгм. Так, как-то раз Эмит садил похожий на ведьму Фабианку с полосатыми волосами, растущими прямо из головного убора. Она что-то пробормотала на шипящем местном языке и сунула ему в руки артефакт, а потом скрылась во мраке. Эмит заметил большое количество необычного нижнего белья, висящего на веревках. Он без колебаний схватил носок. Класс! Городок боеголовки странное место, но его стоит посетить. Так или иначе, Эмит утолил свою жажду странствий. Вы еще ранены, вы по-прежнему чувствуете слабость. Изготовление завершено. Скотч доступен. Страдает от слабости. Устал. Я вообще травмирован. Мне надо срочно изготовить аптечку. Три дня. Серьезно? Окей. Слаб. Голубь главное нормально, здоровье слабый. Рассудок окей, дисциплина вверен. Здоровье слабое. Мы оба слабые, но в целом все хорошо у нас. Капитан. Оказывается, загадочный сигнал, которым засекли неподалеку исходил от инопланетян. Что вы возьмете с собой? Да мы еще не пойдем, да и все. А, у меня есть бронечка. Кстати, точно. Бронечка же вернули, принесли сами себе. Молодцы. Аптечку готовим, короче. Все. И ресурсы теперь есть, и суп можем изготовить. Вообще шикарно. Главное, не подохнуть сейчас. А то всякое бывает, я знаю. Вы, крадучись, вошли в тоннель инопланетян. Теряясь, трясясь от страха. Вы наткнулись на разбитую станционную платформу. И тут появились несколько инопланетян и направили на вас оружие. Должно быть, они какое-то время наблюдали за вами. Поскольку заговорили на ломаном языке, напоминающем английский. Они сказали, что им нужна ваша помощь. Они обеспечивают работу центральной станции вакуумных поездов. Это часть системы вакуумных тоннелей, которая связывает между собой бесчисленные склады с припасами Фобоноса. 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 Однако с обитателями соседней в бункере 476 связываться слишком опасно. По-видимому, именно они более 200 лет назад развязали войну, разрушившую этот мир. Они попросили нас помочь, когда придет время. Вы все еще на чеку. Вам, правда, нужно что-то делать с своим ранами, сэр. Эммет все еще плохо себя чувствует. Эммет отдохнул. Теперь ваш друг Эммет. И он голоден. Слаб. Голоден, слаб. Рассудок окей. Я слаб. Голоден. Угу. Здесь делается все добро. Хорошо. Капитан, Эммет нашел неподалеку упавший предмет. Из-под земли торчит плоская кромка, на которой мерцают огоньки. Вы сообщаете, что это похожий компьютерный интерфейс. Странные шестиугольные кнопки и алфавит из шести букв. Кого вы попросите изучить все это подробнее? Эммет, он же адекватен. Более-менее. Наверное. Посмотрим. 21 день. После того, как Эммет по вашей просьбе отправился изучать инопланетный компьютер, он вернулся, утверждая, что расшифровал содержимое. Это были новостные заметки, написанные на несколько сотен лет назад. Там описывалась опустошающая война, ядерная и химическая война одновременно, которая разрушила этот мир. Приятно знать, что люди не единственная саморазрушительная сила во вселенной. Впрочем, это неудивительно странно, но это вас успокоило. Вы, кажется, все еще плохо себя чувствуете. Эммет все еще чувствует слабость. Вымирать от голода, капитан, рекомендую найти что-нибудь, что можно съесть. Угу. Голоден, но нормально. А ты истощен. Вот тебе супчика. Хорошо. Сэр, мы поймали блуждающий сигнал, дайте-ка я его проанализирую. Сигнал содержал вирус, капитан. Похоже, он заразил наш ремесленный модуль. Он перепрограммирует прошивку модуля и активирует ее. Не знаю, где он берет энергию и какую цель преследуют странные движения модуля. Хотите попробовать подключить что-нибудь к его приемнику или выкачать из него энергию? Серьезно, артефакт? Ну, давайте попробуем артефактом. Я не знаю, что это как, но... Ладно. Так, вперед. Перед. С ранами нужно что-то делать. Я надеюсь, что я сейчас не умру. Будет очень печально, если сейчас, именно в этот момент, когда будет готова аптечка, мы помрем. Не, нормально. Вы и Эмит решили подключить к нашему возломанному ремесленному модуле артефакт. Мгновение спустя из него забил луч, разрушающий артефакт за молекулой. На его месте появилась теплая солоноватая масса. После того, как члену вашего экипажа хватило храбрости попробовать маленький кусочек, остальным был подан знак, и через несколько минут масса не стала. Кто бы мог подумать, что видоизмененный артефакт окажется таким вкусным и питательным. Вирус удалил от себя и бодр вернулся к своему прежнему состоянию. Жаль, капитан. Хм. Вы больше не умираете от голода, Эмит находится в аутимальном психическом состоянии, теперь он в норме. Хорошо. Травмированный слаб. Ага. Изготовим-ка мы супчик. Он качается, и это очень плохо. Голодный слаб в норме. Здоровье слаб. Ладно. О, крысы. Помнится то поскребывание, которое слышится из вентиляционных шахт по ночам? Помните, у нас грызуны, капитан. Кажется, они путешествуют с нами с земли. Если мы не разберемся с нашествием крыс, они сначала съедят ваши запасы еды, а затем, возможно, и вас. Как будете разбираться с этой проблемой? Никак, пускай живут. Никому они не мешают. Так, слаб. Аптечку только применить, да? Да, для капитана. Все верно. Потому что если капитан умрет, все, команда ничего не сможет сделать больше. Эммит, только не умирай. Эммит Браун. Не, живу я пока. Почему? В смысле? Вы погибли, вот и финал истории. У-у-у-у-у-у. Приятного аппетита, капитан, в смысле прощайте. Эммит все еще мой друг. И у него все хорошо. Да. Ладушки. Место хорошее, но вот что-то как-то не подфартило. Мужики оказались слабее, чем дамы. Что ж, если игрушка нравится, будем продолжать играть. Логически все решать. Посмотрим. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok